Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, и мы с вами обсудим, ответим. Комментарии ваши, она тоже ждет. Итак, Галина, здравствуйте! Нужен ваш профессиональный совет. В январе на сайте знакомств я познакомилась с турком, и наше знакомство перетекло в близкое общение. У нас разница в 21 год. Мне 21, а ему 42. Это немало, я знаю. Так случилось, что в этом году должна была лететь в Анталию на работу гидом. Я ему об этом сказала. Он ответил, что прилетит ко мне до моего отъезда. В связи с пандемией и закрытием границ он не смог прилететь. Я сама из Беларуси, границы с Россией тоже закрыты до сих пор. Работодатель сказал, что билет до Анталии сможет оплатить только из Москвы. Соответственно, я должна была лететь за свой счет, и так как границы еще и закрыты, я сказала об этом своему мужчине. Он без вопросов оплатил мне билет. Но с условием, что я сначала прилечу в Стамбул и побуду с ним пару дней, после чего он меня отправит в Анталию. Так в итоге получилось. Но по стечению обстоятельств я не могла работать в Анталии и на родину вернуться. Я не могла тогда, потому что обратный билет мне компания не оплачивала. Да и на родине сейчас не самая лучшая политическая ситуация. Я ему об этом рассказала. Он забрал меня к себе. И вот уже как две недели я живу вместе с ним, в первый день приезда уже после Анталии просил Ходжу, чтобы я стала его женой. И при свидетелях, как и полагается, несмотря на то, что я христианка. Как он сказал, что планируют создать со мной семью. А формальность, это больше всего, ну вот этот сам акт, это больше всего необходимость для его родителей, потому что он хочет меня всем представить. То есть как бы помовку произвести. К слову, живет он не в самом Стамбуле, а рядом в маленьком городе. Наверное, поэтому, чтобы люди не подумали, что просто подружка какая-то, познакомил со своей семьей, говорит, что я ему жена, потому что мы общались полгода без перерыва, говорит, что он меня любит. Я помогаю ему с его работой. Сейчас все хорошо. Он хочет, чтобы я переехала к нему окончательно. И ребенка, конечно, хочет в ближайшие пару лет. Официально расписаться он хочет чуть позже. Мы это планируем. Я уже не знаю, что и думать. Как это все очень быстро произошло, закрутилось. И я понимаю, что он не мальчик уже и не стал бы тратить время впустую. Но и как-то пугает скорость развития событий. Дайте, пожалуйста, профессиональный совет по этому поводу. Заранее благодарю. Честно скажу, вас смущает, мне кажется, не только скорость развития. Это меня тоже бы смущало. Вас смущает то, что у вас нет чувств. Вот честно напрямую так скажу. Мне, когда я читала письмо, я ни одного слова «люблю», «люблен», что-то такого вообще не было. Мы познакомились на сайте, мы пообщались, тра-та-та. То есть мне кажется, что вас смущает вот это отсутствие любви. Либо мне даже не кажется, что это где-то есть, и вы это спрятали, в этом вы смеет. Вообще ни одной фразы о любви, о чувствах не было в этом письме. И вас смущает то, что развитие отношений, да, оно быстро идёт сейчас, но и правильно вас это настораживает. Но проблема в том, что вы не любите, вы это чувствуете. Вроде бы всё социально очень приемлемо, да. Меня на родине, скажем так, мало что ждёт, да. Там вы сказали, отметили, плохая политическая, социальная сейчас обстановка напряжённая. Не хотелось бы страшно возвращаться, да. На работе сейчас что-то там не получилось. То есть всё складывается как надо, по сути, да. Есть мужчина, которому я нравлюсь, и жена тебе, пожалуйста, и знакомит. И как бы никях там он хочет сделать, да, сделать. То есть религиозный брак для отвода в какой-то степени глаз. Я думаю, что он из религиозной семьи получается, раз для него это так важно. Я бы на это ещё обратила внимание, в какую семью вы попадаете. Вы вообще этого сейчас не поняли. Потому что раз для него важно это показать для его родственников, семьи, вот эта религиозная нотка, там точно, я имею в виду, вера есть. Это определённый склад людей. Вы этого, похоже, ещё не понимаете, их менталитета, так особенности. И вам 21 год, вот что я хочу сказать. Вы ещё очень молоденькая. Вам не 31. Когда вы уже что-нибудь знаете, вы очень молодая для этого. И мне вообще кажется честно, что вы его, во-первых, не любите. Извините, что я так откровенна и напрямую. Но я просто как чувствую, да, вы же попросили совета. Хоть и профессионально, но это, конечно, не профессионально, я сейчас сделаю. Но всё равно. Я от чувствований, да, отталкиваюсь, от ощущений, от письма. Во-первых, любви такой нет. Во-вторых, это то, что социально приемлемо. Возможно, что у вас мама, чему с папой воспитывали, учили, что надо выходить замуж. Всё, короче, правильно происходит. Но любви нет. И нет вот этого жизненного опыта, и нет желания, честно говоря, выходить замуж. Потому что вы ещё жизни не видели, не гуляли, не тусовались, не развлекались. И вам бы, конечно, вас смущает очень возраст. В этом пунктик есть. И это нормально. Потому что девочка в 20 лет, а мужчина в 40. Это абсолютно разные мировоззрения и разные запросы. Вам ещё, вы только в начале пути, вы ещё не гуляли, не тусовались. Вообще жизнь, скажем так, не видели. Я имею в виду свободной, независимой жизни, без отношений каких-то, без обязательств. Вы, по сути, только от родительского крыла отстёгиваетесь. Но раз вы ехали работать за границу гидом, то с родителями не знаю, как у вас там всё складывается, как они вас отпускали. Но всё равно, короче говоря, вы ещё опыта вот этого не приобрели. А к нему попадая, вы просто быстро перескакиваете от родителей к нему. И опять же, по сути, в то же самое, если так можно вызвать, назвать это заточение определённое, определённые рамки. И у него требования к вам будут тоже определённые. Там сиди дома, детей он хочет всё вот это. Вам честно, вот абстрактно, если взять не этого человека, на его месте мог быть любой другой мужчина в вашей стране, или ещё где-то, вам просто рано выходить замуж, вы этого подсознательно внутри не хотите. Это социально приемлемо, одобряемо сейчас. Это удобно пересесть, скажем так, грубо, правда, на другую какую-то шею, на родителей, например. Ну, из-за самостоятельности я не спорю, что вы самостоятельный человек, потому что вы поехали на работу в другую страну. Ну, короче, удобно, короче, говоря, найти мужа, выйти замуж, всё такое. Взять кого-то, найти, кто переложит, кто возьмёт за меня, за мою жизнь ответственность на себя. Это удобно, многие этого хотят, у нас так многие девочек воспитывают, что так надо жить, найди себе мужика. Выучись, например, неизвестно вообще для чего. Найди себе главное, хорошего, богатого мужика, который будет за тебя всю жизнь, типа, всё делать. У вас вот это, как по сути получается, скажем так, подъехало, а вы этого не хотите. Я бы честно посоветовала, так как с Турцией границы раскрыты сейчас, вы можете лететь из Турции спокойно в Минск, полёты есть. И Турция от Минска с 21 сентября открывает полёты с Россией, возобновляет сообщение. Я бы посоветовала вам вернуться домой. Да, тяжело, да, плохо, но это не ваш сел. Вы можете здесь, например, остаться или работать гидом, поехать. Короче, вам однозначно надо заворачивать эту историю с отношениями. Это не ваше, потому что нет любви и чувств. Зачем влазить в эту кабалу? Тратить свои сейчас самые лучшие годы продуктивные, это 20 до 35 где-то лет, это тусовки, это постройка карьеры. Ну, сядете вы через пару лет, ну, выйдете замуж, сядете через пару лет, родите ребёнка и будете такой мать-семейства. Потом второго, может, ещё и третьего. Вам это зачем надо? В какой-то под Стамбулом городе каком-то? Чтобы что? Ваш муж молодеть не будет, он будет только стареть. Он вас привяжет к себе детьми и своими религиозными правилами в семье, скорее всего, которые вам будут потихоньку вдалбливаться. Как вы сказали, по мусульманским традициям он сделал обряд. Для него это важно. И зачем вам лучшие свои годы тратить на это, когда вы всё это, то же самое, вы можете успеть сделать 35 лет? Если хотите в 30, в 28, но не в 21, вы потеряете самое продуктивное и лучшее время для себя. Время образования, время путешествий, время карьеры и работы. У вас этого ничего не будет. И такие мужчины очень склонны, когда большая разница в возрасте, отцовскими этими чувствами, склонны управлять, манипулировать, многое требовать. Будут требовать вашего подчинения. И здесь вы в принципе на позиции, у вас здесь ничего, никого, ни образования, ничего нет здесь в Турции. Вы не самостоятельны. И на родине там у вас, я не знаю, нет какой-то там работы, денег, за что бы, чтобы вам там подпитка какая-то была или ещё что-то. Вы вообще абсолютно будете зависимы от него. Это такой определённый капкан. К пауку вы попадаете. Это очень опасная ситуация. В это можно лезть, когда у тебя есть жизненный опыт, там, после 30, например, лет. И то не у всех, честно скажу, в 30-35 лет мозги на это есть. Просто залезая в такие отношения, даже взрослые девушки, женщины, они всегда могут с них выпутаться. А в 21 год, они не принижают, что вы там глупые или ещё что-то, ни в коем случае. Я просто говорю о том, что вы можете потратить это время более продуктивно для себя, а не для стареющего мужчины, которому будет 50 лет через 10 лет, понимаете? А вам будет только 30. И, ну, 20 лет – это очень большая разница. И просто влазить в это в 20 лет, когда вам 21, вообще не стоит, честно скажу. Психологически вы просили профессиональный совет, я вам так скажу, что вам нужен папа, у вас могут быть проблемы в семье от родителей, потому что вы ехали за границу в другую страну пытаться работать, какой-то определенный попек от семьи. Обратите на это внимание, почему вас притягивает мужчина намного старше вас, почему он вам нужен, что он вам даёт. Вот эти чувства, ощущения можно получить не только от него. Слишком большая цена за вот этот брак в семью, который вам сейчас вообще не нужен, вообще не надо. Желания могут быть, да, хочется, может, уже семью детей, там, ещё что-то. Раньше наши бабушки там 18-19 лет рожали, уходили с арбузой. Очень рано, и проблемы это не было. Но сейчас не те времена. Мы живём в 21 веке, в веке технологий. Феминизм, слава богу, поднимается даже в нашей стране, в России. Короче, есть о чём подумать. Я бы вам посоветовала прекратить отношения. Вот такие советы нельзя давать, но всё равно. Жить для себя, заняться учёбой, образованием, карьерой. Потратить 10-15 лет на себя. Ну, хотя бы 10, окей. Ну, не окей, не 15. Пожить для себя, набраться опыта, и тогда вы поймёте, чего вы хотите. У вас будет возможность, шанс встретить того, кого по-настоящему полюбите. Потому что здесь, в этом союзе, я люблю вообще ни одного слова об этом не было написано. Девочки, пишите, кто поопытнее, свои советы. Конечно, подбирайте немножко слова, потому что девочки 21 год, и какие-то грубые там слова, ещё что-то могут её очень сильно ранить. Потому что, ну, не у всех там есть жизненный опыт, да, какой-то. Короче говоря, пишите дельные советы. Те, кто постарше. Как бы вы поступили, как девочки себе поступить в этой ситуации. Я уже своё ответила, рассказала. Ждём ваших комментариев. У меня под инфобокс и под видео всегда есть почта. Записывайтесь на консультации или пишите, присылайте свои истории, я разберу видео. Спасибо за внимание. Всем пока.